Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы говорим о краеведческом музее, о том, чем живет сегодня музей, о постоянной экспозиции, о той выставке, которая идет сейчас, и о тех планах, которые совсем скоро должны воплотиться в жизнь, потому что 1 сентября для всех нас – это такое начало нового сезона. И у нас в гостях Ольга и Владимир Засыпкины. Они уже были здесь у нас в студии. Ольга – заведующая краеведческим музеем, а Владимир – заведующий экспозиционно-выставочным отделом музейно-выставочного комплекса. Здравствуйте! Ну, давайте мы напомним сразу, что такое краеведческий музей сегодня, да, Ольга? Какая там у нас экспозиция? Какие новости, может быть, к этому сегодняшнему дню? А потом поговорим о выставке, потому что вы видите, что перед Ольгой и перед Владимиром какое-то огромное количество пишущих приборов. Кто-то какие-то помнит, а для молодых, наверное, людей это все непонятные какие-то вещи. Вот замечательная, большая, большой инструмент. Обо всем этом поговорим чуть-чуть позже, но начнем с музея. Чем живет краеведческий музей? Музей – вообще живой организм. Он очень легко реагирует на все изменения, которые происходят, на все потребности, которые люди хотят что-то увидеть, услышать. Мы очень прислушаемся к этому и всегда очень стараемся соответствовать этому. Экспозиции, которые там представлены, фонды богатейшей Люберецкого краеведческого музея может позавидовать столичный музей, что у нас только там не представлено. Большое количество. Разные номинования, начиная от древности и до современности. Ну, то есть как должно быть. Да, да, да. Я так понимаю, что невозможно все показать, поэтому ведь в музейном деле есть такое понятие, как постоянная экспозиция, да, а есть вещи, которые появляются и исчезают. Да, да. Даже постоянно мы все равно стараемся достать что-то новое, достать что-то необычное, что-то редкое. И, например, у нас в постоянной экспозиции есть «Русский быт». Во всех музеях это присутствует, это есть. Но, тем не менее, что-то мы достаем, необычная роспись, необычный предмет, то, что дети не увидят в других музеях, это мы всегда показываем. – Владимир, скажите, пожалуйста, вот вы тоже же, проходя и, может быть, подсматривая за посетителями, которые там что-то над чем-то останавливаются, думают, о, это типа круто, да, особенно если это, например, детский, хотя детей трудно чем-то удивить, но можно. Ну, или, например, взрослые уже люди, которые… Вы как-то реагируете на то, что, может быть, вот это не очень посещаемый, на, я не знаю, там, не очень посещаемый стенд, а вот здесь больше останавливаются. Раз, и что-то поменяли. – Конечно, это же входит, собственно, в обязанности. Ты должен реагировать на… Вот есть вещи интересные, прям, которые, ну, беспроигрышные. – Да, это 100% пройдет, да. – Да, например, вот недавно у нас выставился знаменитый люберецкий певец «Чайка» Александр со своей личной коллекцией моделей автобусов 1 к 43-м. Это автобусы, которые возили нас в детстве, нас с вами вот… – Да, теперь превратились в масштабные… – Да, и это, ну, как бы, такое впечатление детства. И я вот помню, около моего дома останавливался, я и в школу ездил. ЛиАЗ, знаменитый вот этот желтый трудяга, да, который был выпущен каким-то неимоверным. И что интересно, у него была одна из первых в Советском Союзе коробка «Автомат». – Автомат, да, да. – То есть не надо было переключать ничего. – И он такой был, с большим, впереди такое огромное там пространство, двигатель. Не нужно было из автобуса выходить, двигатель можно было поднимать прямо в автобус. – Да-да, прям внутри там что-то у него сломалось, он открывал его, я помню, что-то там подкрутил. – И шумный такой, все это бухло, бахло. – И вот этот знаменитый бутылочный выхлоп, когда, ну, как ящик с бутылками там стоит внутри, то есть он дын-дын-дын-дын. – Да-да. – Вот я, это, кстати, Чайка напомнил Саше, что когда он рассказывал об этом автобусе, я как раз вот, он рассказывает, и приходят вспоминания, параллельно с его рассказом всплывают какие-то… – Прямо как клип, да. – Нюансы, да, которых ты думал, что забыл. И, конечно, и детям, и взрослым очень интересно, тем более там еще есть несколько текстов каких-то лежит, то есть можно почитать, вспомнить. – А он эти фигурки сам, что ли, собирал? – Ну, собирал, да. – А просто как коллекционер, да. – Просто как коллекционер выставил, и он, видно, что с огромной любовью к этому относится, ко всему, и сам проводил даже экскурсии по этой своей выставке, провел несколько экскурсий, и… – Ну, такое ретро-погружение, все-таки Краеведческий музей – это такое глобальное ретро, да? – Да. – А то ретро, которое ближе к людям, которое… Даже сегодня мы будем говорить, например, о том, чем писали, такое было «Чернила», «Чернильница». Даже я это еще помню застег, и я помню, что в «Чернилах» домой приходил, руки у меня всегда были, потому что не удавалось мне чистым пройти в первом классе, а потом только нам разрешили, кстати, писать шариковыми ручками. Об этом мы будем сегодня говорить, потому что специальная выставка. Но завершая вот тему, когда у человека есть воспоминания о своей жизни, он может их с вашей помощью, с музейной помощью в чем-то себя утвердить, напомнить какие-то детали, это, конечно, дорогого стоит. Ну, давайте, Ольга, перейдем к тому, что находится вот у вас перед вами. Что это такое? Это все приборы для письма, или как правильно назвать? – Да, да, это действительно старинные чернильные приборы. Все они способствуют тому, чтобы написать, и все предназначены разных эпох, разного времени, разного возраста они. – Имеют отношение они к выставке, которая у вас интересно называется? – Да, да, да. «Живая история старинных чернильных приборов». Почему такая выставка? Кто автор этой выставки? Рассказывайте все подробности. Совершенно случайно познакомилась с потрясающим коллекционером Леонид Михайлович Бельский, московский коллекционер. Он входит в гильдию российских коллекционеров. У него насчитывается около 300 вообще наименований различных чернильниц, старинных чернильниц. И чтобы это действительно было интересно, он рассказывает, начиная с самого простого, когда писали просто тростниковой палочкой. Вот такой у нас очень интересный прибор. Действительно, тростниковая палочка, она самая подрезана специально. – Да, да, да. То есть дело, даже если можно увидеть будет камерой, небольшая есть дырочка для того, чтобы чернильные правильно писали, а не держались. Вот за счет вот именно такого вот углубления они больше набираются. – Можно посмотреть? У меня есть преимущество потрогать эту историю. – Да, да. Ну и, в общем-то, похоже потом уже будет на… – Да, и на перо, да, перо, да. Перо так же выглядит, очень похоже. Но вообще подготовка пера достаточно сложная. Это не просто так. И не выдергивали перья. – Ну, понятно. Они выпадали. – С какого крыла? – Вот это я не скажу. – С левого, потому что это как раз ложится… – А, на правую руку. – Да, на правую руку, да. – А для правшей, а для левшей? – Ну, если смотреть то время, к левшам относились очень странно. Очень странно. Скорее, хуже. – Хорошо, что не на костра легли. – Да, да, да. Но я так понимаю, что если вот даже, кстати, тростниковая палочка, на мой взгляд, она даже опережает время, потому что она больше похожа на вот пишущую, да, ручку. – Да, на переводчик. – А перо – это какая-то такая, видимо, по необходимости. Там, где не было тростниковой палочки, не было материала такого. – Ну, у нас тростника такого нет. – Да, да, да. Поэтому… – А перо – это как то, что лежит, что называется, прямо на улице, верно? – Да, да. И оно в достатке было. И очень можно было легко достать, обработать. Но тоже надо было правильно обработать. Потому что, если посмотреть, перо представляет себе полутрубку. И убирали именно специальным инструментом, убирали внутреннюю часть, но она же мягкая. И закаливали его в песке. – То есть всё равно тут просто так нужно было обрабатывать. – Да, да, да. – Нельзя было подобрать на улице и писать, а нужно было всё равно идти куда-то покупать это всё дело, да? – Ну, всё равно были, кто подготовил перья, кто писал. Очень интересная вообще история, связанная с письмом. Раньше не сами писали. Были специальные писцы. – Да. – Да. То есть люди богатые считали, что для них статусно, что кто-то пишет. Потом уже в XIX веке наоборот это было. Это была привилегия такая тоже аристократии. Те, кто писал, писатели, поэты, писать таким перьями. И очень известный факт, что Александр Сергеевич, он сам готовил перья. И тоже очень интересно. И перья у него выглядели не так красиво. А вот в таком виде, потому что он умудрялся обтачивать с одной стороны, а обкусывал с другой. – А, ну то есть я не буду... Просто вот я приблизительно подхожу. То есть он и так как-то размышлял, только я это делаю возверт, а он прямо пожирал, в хорошем смысле слова, эти мысли с помощью пера. – И перья у него были разные. Одни были для писем, другие – для поэзии. И для любовных тоже у него всегда были разные. – Ну, видимо, для любовных красивые были перья. – Да, да, да. – А вот для письма, как рабочие и так далее. – Очень интересно, очень интересно. Я вот хотел у Владимира спросить. Владимир, а вот когда к вам поступает... Ну, это же коллекция, да? То есть это же человек приводит с собой. Вы как-то берете это на какой-то контроль? То есть переписываете это все? – Конечно, на временное хранение. И опись, протокол сдал, принял. Все как положено. – Ну, я так понимаю, что перья эти – это не какой-то там вековой давности? Они свежие, просто сделаны по технологии. – Конечно, это все... Ну, вековой давности перья, они, во-первых, не особо и сохранятся. С другой стороны, смысл, они такие же точно. – Да, ну, то есть мы показываем то же самое, просто саму технологию. Вот вы принимаете это на хранение, потом выставка заканчивается, и вы это отдаёте. – Так, абсолютно обратный порядок, да. – Так, ну, напомню вам, что это только часть выставки. Мы сейчас поговорим уже, мы начали о красивом. Кстати, странно, почему нет здесь первого пишущего предмета? Наскальная, как это? – Ну, это нет. – Да, зубила или... Ну, кстати, зубила тоже такой вопрос. Вот, каменная, да? – Нет, вот такого нет. – Такой, конечно, нет. – Все равно человек же пытался как-то с помощью слова выразить это на бумаге. Кстати, сейчас нам это всё кажется немножко диковатым, и я ловлю себя на мысли, что вот когда я пишу рукой, я устаю. То есть мне быстрее как-то на компьютере раз-раз-раз что-то заменил, не заменил и так далее. Проверил, вот, почти правильно на русском языке, если нужно, или уже стопроцентно правильно. А ручкой всё-таки тяжело, ты понимаешь, что что-то уже болит и так далее. Поэтому это уходящая эпоха, но у меня такой вопрос возникает. Мы сейчас перейдём уже к написанию с помощью чернил, я имею в виду уже с помощью других предметов. Как вы считаете, то, что мы перешли на компьютер, это всё-таки эволюция или это какой-то такой регресс своеобразный? – Ну, я не знаю, Владимир Николаевич, как вас? – Ну, я думаю, что это неизбежно, раз это пришло. – Это рак, процесс. – Но процесс, мне кажется, не совсем здоровым. Тут надо как-то уметь… Вот вы говорите, что чистописание было и в детстве, да? Оно же развило какие-то области мозга, да? – Да, да. – Которые потом вполне вероятно пригодили. Не вполне вероятно, а совершенно точно пригодили. – Ну, то есть не было посредника в виде компьютера, который решает за себя массу задачи. – Да. – У нас с вами вот компьютер прижился как бы более или менее, возможно, здоровым образом, потому что у нас уже что-то было до этого. А, скажем, в Финляндии, когда сейчас вот вводится программа, они вообще не пишут, детей учат сразу печатать, да? И неясно, каким образом это отразится. – Но печатать тоже нужно уметь. Другое дело, что мы обратим внимание с вами, даже грудной ребёнок, почти уже только что вышедший из состояния грудного ребёнка. Ему родители дали телефон, и он какими-то вот этими маленькими-маленькими ручками, пальчиками успевает столько всего сделать. Поэтому не удивлюсь, если он так быстро научится печатать. Я когда-то учился печатать на печатной ещё машинке до компьютерную эпоху. – У нас тоже есть, кстати, коллекция. – И я помню, что меня раздражало, что почему так буквы расставлены. Что-то подобное, как на пианыно, туда-сюда ещё надо. – Но самая схема, это же делали люди для людей, поэтому эта схема расположения этих букв. – Она так потихоньку и перетекла в компьютер. Но мы увлеклись, мы ушли далеко от Краеведческого музея, от выставки. Сейчас мы сделаем небольшую паузу и вернёмся, и продолжим говорить уже о самих чернильницах, потому что… и ещё о других способах написания, потому что это только часть того, что представлено на специальной выставке, которая проходит в Краеведческом музее городского округа Люберца. Напомню, что эта программа «Открытый диалог» Ольга Засыпкина, заведующая Краеведческим музеем, и Владимир Засыпкин, заведующий экспозиционно-выставочным отделом музейно-выставочного комплекса. Краеведческий музей входит в музейно-выставочный комплекс. В прошлой части мы поговорили о том, что по-прежнему работает постоянная выставка, экспозиция, которая может позавидовать многие музеи и городов побольше, или, скажем так, региональных центров поболее, чем городской округ Люберцы. Ну и, конечно же, мы говорим о тех специальных выставках, как мы всегда говорили, уже приходили к нам гости, мы в прошлый раз говорили о тех выставках, которые идут, будут. Сегодня мы тоже расскажем, потому что 1 сентября они за горами, но возвращаемся. Кстати, 1 сентября – это тоже описание, да, 1 сентября. А чернильница, напомните, как выставка называется, Ольга? Называется «Живая история старильных чернильных приборов». А как вы вышли? Вот вы, говорите, просто познакомились или что-то увидели, или человек сам предложил? Нет, я вообще ищу таких интересных людей, необычных, которые занимаются, вот они коллекционируют то, что действительно у нас в музее есть представлено. У нас буквально, ну, у нас там несколько перьев было, присутствовало в коллекции, я думаю, ну, почему бы еще не посмотреть, чем люди увлекаются, что смотрят. И оказалось, что это такой огромный колопласт, это так интересно, людям так понравилось, а какие чернильницы, просто потрясающие. Ну, вот у нас представлено здесь две, я так понимаю, чернильницы, одна на аптечную похожа. Ну, это достаточно простые, да, одна представлена, тоже сделана перо, держится таким железным, таким очень интересно, очень красиво. А можно посмотреть, тоже потрогать, редкий случай, когда... Да, да. И простой деревянный. Ну, это уже железо, да. Это деревянный. А вот это мы прекрасно обернули, вот это прямо я вот беру, знаете, руки помнят. Вот это еще железная составляющая здесь, она иногда ломалась. Это, если вы помните, уважаемые телезрители, самое распространенное перо, которое присутствовало во всех почтовых отделениях. И люди писали телеграммы, стояла эта чернильница, в ней чернила высыхали, вот, все время там ругались, как писать, значит, тоже ее как-то привязывали какой-то веревкой, и вот это все место вокруг чернильницы, все это было, как правило, и запах даже какой-то был определенный, ну, там и печати все эти были, и я помню, что я тоже писал вот этой вот замечательной чернильницей, и весь первый, и, по-моему, второй класс, нас даже учителя запрещали писать шариковыми ручками, а за это можно было бы быть наказанным. Так что руки помнят. Я думаю, что... А что, кстати, важнее, чем писать или чернильница? Ну, жалко чернильница, взял, поставил любую баночку и налил. Чернильницы тоже очень, да, и на выставке представлены, они разные, и школьные чернильцы, непроливашки, тогда были непроливашки, небольшая баночка, тоже можно посмотреть в музее. Непроливашки, потому что ее невозможно свалить. Да, 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 они сделаны небольшие, очень похожи на такой стеклянный, только внутри углубления, и оно не проливается. Да, действительно, как современная непроливашка для рисования акварельными красками. Они разные, для дам они были украшены, они были фарфоровые, с рисунком. Ну да, у нас же принято, все, что можно продать, можно украсить. Мужская, да, другая, представленная в виде сапога, в виде шляпы. Потом, кто увлекался музыкой у нас, в виде старинного инструмента музыкального. Ну вот, кстати, Владимир, как человек, который наверняка и смотрит, и подсматривает, и подглядывает, что там у других есть, как, что выставляется. Ведь, наверное, в каждом музее мира, вот я сейчас был в Питере, опять был в Эрмитаже, и увидел огромное количество, как это называлось, секретерния, где писали рабочий стол. Это же сейчас что такое рабочий стол? Это что-то сбитое там, для компьютера что-нибудь, все легко, непринужденно. Но, кстати, не за очень маленькие деньги, скажем прямо. А раньше это же был целый барельеф. Тут тебе прямо, ну, прям музейный такой экспонат. Вот почему была такая, ну, скажем, мебельное подчинение, вот это на столе должно быть много всего? Ну, это касалось не только стола, это касалось любой области. Обед, соответственно, настроен на обед. Соответственно, посуда. Каждая ложечка в отдельном. Да, да. Письмо, значит, ты должен попасть в определенную атмосферу, которая тебя настраивает на... Задуматься. ...какие-то, да, совершения. Всякие там, тут открыто, тут фигурки какие-то. Даже сейчас вот я слышу, слушаю в интервью писателей. Важно, какой кегли он пишет, каким шрифтом он настроит. Ну, компьютер уже, но там свои нюансы. Мягкий шрифт, жесткий шрифт. Да, да, даже такие тонкости. А что говорить про те времена, когда могли себе позволить такие вычурные всякие ракальные вещи, когда ты... Ну, просто там вот стоят прям часы, тут же какая-то маленькая церквушка резная, тут же отдел для писем, отдел для каких-то квитанций, что-то там, наверное, вообще, может быть, для денежек. Это же организация сознания каким-то образом, мозга, да, каким-то образом для того, чтобы все у тебя было по... Ну, и, кстати, там, если мы вспомним, Чичиков, помните, там описывал Горик, простите, Гоголь, описывал все, что находится у него, и там тоже имело место быть, потому что любил писать, мечтать и так далее. Ну, и, опять же, все эти закладные нужно было делать, документы и так далее. Поэтому, если говорить... Вот забыл, даже не знаю, как правильно называется это промо... Вот какая-то такая вещь, да, пресс-папье. Папье, пресс-папье. Но она тоже, это тоже очень интересная вещь. Ну, я помню, было в советское время что-то такое оставалось. Пресс-папье, и, похоже, это вот не столько пресс-папье, пресс-бувиуар, по-моему, как-то вот так вот. Да, 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 вначале было, да. То есть вы написали письмо. Да, да, написали. То есть написали с помощью ручки, с помощью чернил, написали. Дорогая такая-то, жду вас сегодня на балу в 18.00. Но дело в том, что чернила не высыхали сразу. Промокашек не было? Да, но они были как раз... Ну, можно было посыпать там. Ну, песком посыпали. Вначале песком, потом уже придумали такое очень интересное приспособление, когда эти промокашки, они крепились. И потом нужно было менять, да, да, да. Да, это всё разбирается, да, всё разбирается, снимается и прижимается новое. И после того, как сделали, и промокнули. Вот, кстати, промокашка, я так понимаю, вот вы 1 сентября у вас добавили... Это тоже такая немножко ещё и школьной тематики добавится. Я чётко помню два необходимых инструмента. Первый – это промокашка, которая была в каждой тетрадке. В каждой тетрадке лежала. А ещё для, если мы говорим уже о печатных машинках, да, о первых способах автоматического писания, без чернильного, но там свои чернила присутствуют, да, тоже, кстати, дефицит был этих лент всего, то там важна была ещё копирка, которая можно было напечатать, что хорошо, не пять раз одно и то же перевести, а можно было копировать эту историю. И вот сейчас, я помню, когда я вдруг увидел красную копирку, на меня это произвело какой-то невероятный эффект. И вообще сейчас вот это, видите, что такое Кривейский музей? Вы правильно сказали, всё из головы начинает выползать вся эта история. Я даже видел жёлтую копирку. Она вся цвета, зелёная. Она всех цветов есть, да, да, да. Мне кажется, и сейчас тоже есть, потому что... Есть, 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 да. Только это уже так лист, это она ни к чему использует. Хорошо, Ольга, скажите, ну вот сколько предметов представлено, и как долго будет эта выставка проходить? Будем стараться её как можно дольше. Ну, до сентября это точно, 1 сентября мы тоже обязательно ждём. Дело в том, что начала она работать в мае, даже в июне, в июне как раз мы готовили к Дню защиты детей. Тот эффект, который она произвела, было, конечно, необычно. Детям очень понравилось. И мы проводили мастер-классы, написание именно... Кто больше за вихрюшек этих делает. Нет, именно дети пробовали писать пером. Да, пером. Не вот такой вот ручкой, а именно пером. Эффект был ошеломляющий. Дети старались. Такого, вот как оно скрипит, перо, как оно ложится. И действительно, почему раньше думали каждое слово, каждую фразу? Нельзя было просто так... Почему сейчас просто? Взял и стёр на компьютере. А тогда ты вкладываешь тушь. А может, ты полстраницы написал пером, и надо точить. Точить. Подумаешь, прежде чем писать. Но была ещё одна история о продолжении писания, когда карандаш появился. Это же тоже такое было... Сейчас нам кажется, да? А появление карандаша, вот там тоже зависит всё от, как он называется, графит, да? Который там внутри. И тоже точить, точилки специально. И тоже это появилось на столах. И были такие, я помню, советские, что её убить можно. То есть этот чугун. Они сейчас есть. Они сейчас есть. А для художников они своеобразные. Да, и они тоже имеют место быть как некий такой символ. То есть на столе, если на обычном таком красивом столе задуматься, а есть люди, которые любят погружать в себя в прошлое время, вот это всё расставить, то это, конечно, огромное количество всевозможных примочек, как говорят сейчас дети, для того, чтобы просто написать текст. Но вот вы сказали, вы учили детей. Но тут же не только писать, тут ещё как писать? Вы показывали? Да, специально текст был тихонечко написан, да, и они повторяли. Это очень тяжело. С завитушками вот эти. Да, 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 да. Как раньше писали, как вкладывали. Пословицы они писали, да? Да, да, самое обыкновенное. Автографы всяких знаменитых людей, если посмотришь, что его же невозможно просто повторить. Владимир, скажите, пожалуйста, я так понимаю, что Ольга отвечает у нас за глобальность, за всё, за творческую часть. А ваша задача, наверное, тоже ходит вместе с Ольгой искать вот что-то новое, да? Опять же, я говорю, чтобы появлялись какие-то новые предметы. Несут ли сегодня что-то граждане? Продолжается этот процесс? Несут, конечно. Это никуда... Вот мы вчера буквально каску получили. Потрясающе, да. То есть люди, одни несут на металлолом, а другие, например, у них перехватывают и несут в музей. То есть этот процесс, он неостановимый. И музей должен как раз стоять на перехвате всех этих людей. Вот у нас сейчас есть прекрасная возможность. Если у вас есть какие-то суперстаринные вещи, и вам не жалко с ними расстаться, а вы собираетесь продавать квартиру или ещё что-то, прежде чем задуматься о том, что выбросить и так далее, подумайте, принесите в музей, может быть, это станет таким... Да, мы с удовольствием ждём. Кто бы мог подумать, что когда-то обычная даже чернильница там с почтанта, так будет правильно говорить, вдруг станет экспонатом музея. Или какая-нибудь, если говорить о больших таких выставках, вот в Москве же проводятся, там выставки старых, кстати, автобусов. Я вот тоже был, катался на львовском автобусе, на котором полжизни прошло, и мне вдруг захотелось. Хотя, ну да, просто ты погружаешься. На данный момент это уже символ того времени. Конечно, конечно. Мы подходим к завершению. Ещё раз, Ольга, давайте напомним выставку, как называется, до которого времени она пройдёт, и куда к вам можно прийти, посмотреть с какого, по какое время. Живая история старинных чернильных приборов. Она проходит в Люберецком правительственном музее, который входит в состав музейно-выставочного комплекса. Расположен в Люберцах Звуковая 3. Так что приходите, почувствуйте или узнайте звук истории. Мы ждём, мы ждём школьников. Тут же, если пером писать, ещё будет скрип такой соответствующий. И почерк очень хороший, и очень красивый. И во многих школах, вот таких вот, ну, достаточно дорогих школах, начинают действительно учить пером. Ну да, потому что там, ну что здесь вот шариковый, а тут нужно так ещё подстроиться, всему вывернуться. И, кстати, это и для спины хорошо, и так далее. В общем, как видите, Краеведческий музей ещё и о здоровье нашем заботится. Но мы не только, мы ещё заботимся о том, чтобы развивались, получали образование, кругозор расширяли. И у нас сейчас новая, вот мы с сентября что воим, это Пушкинская карта. Мы ждём. То есть, пожалуйста, используйте те возможности, которые... Даёт Пушкинская карта сэкономить и увидеть всё то, что представлено в Краеведческом музее городского круга Люберцы. Заведующая музеем Ольга Засыпкина, Владимир Засыпкин, заведующая экспозиционно-выставочным отделением музейно-выставочного комплекса, были гостями нашей сегодняшней программы. Вам успехов, а программа «Открытый диалог» завершена. С вами был Николай Пивнёнко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова